Каические учения в Пуранах и в Генезисе. Физическая эволюция. Сколько бы автор не приводил доказательств тому, что система космогонии и вышеописанной антропогонии действительно существует, что рекорды ее сохраняются и что можно найти ее отраженной даже в современных изложениях древних писаний, все они будут не лишними. С одной стороны Пураны и еврейские писания, другой, все они основаны на той же схеме эволюции и если прочесть их эзотерически и передать современным языком, то они окажутся настолько же вполне научными, как и большая часть того, что рассматривается сейчас, как последнее слово недавних открытий. Единственная разница между этими двумя схемами в том, что Пураны, давая не меньше, но, может быть, уделяя больше внимания причинам, чем следствиям, намекают скорее на предкосмические и предгенетические периоды, нежели на эпоху так называемого творения, тогда как Библия, сказав лишь несколько слов о предыдущем периоде, погружается тотчас же в материальное зарождение, едва касаясь предадомических рас, и приступает к изложению аллегорий, относящихся к пятой расе. Каковы бы ни были нападки на порядок творения в книге Бытия, и без сомнения изложение это, будучи взято дословно, вполне открыто критики, но индусские Пураны, несмотря на их аллегорические преувеличения, при рассмотрении их окажутся в полном согласии с физическими науками. Неудачная попытка Гладстона примирить содержание книги Бытия с наукой «Смотри, его заря творения» и «Проэма книги Бытия» обрушила на него олимпийские молнии, низвергнутые Гёксли. Текст в своей мёртвой букве не оправдывал подобную попытку, и его четверичный порядок или подразделение одушевлённого творения обратился в камень, который вместо того, чтобы убить муху на лбу спящего друга, убил самого человека. Гладстон навсегда убил книгу Бытия, но это не является доказательством, что в этой книге нет эзотеризма. Тот факт, что евреи и все христиане как современных, так и ранних сект принимали всё изложенное в ней дословно на протяжении двух тысячелетий, доказывает лишь их невежество и обнаруживает великую изобретательность и творческую способность посвященных раввинов, которые сложили оба изложения элохическое и иеговистическое, эзотерически и намеренно запутав смысл первоначального текста глифами или словами, лишёнными гласных. Шесть дней «йом» творения означает шесть периодов эволюции, а седьмой день есть день кульминации или совершенства, но не покоя. Всё это относится к семи кругам и к семи расам с особым творением в каждом, хотя употребление слов «бокер» – «заря» или «утро» и «эрэп» – «вечерние сумерки», эзотерически имеющие то же значение, что и «сандхья» – «сумерки» по-санскритски, привели к обвинению в самом грубом невежестве относительно порядка эволюции. Даже то, что на первый взгляд кажется совершенно бессмысленной аллегорией, именно принятие брамы образа кабана, чтобы поднять землю из глубин вод, находит в себе вполне научное объяснение в тайных комментариях и относится к многочисленным подъёмам и погружениям, к постоянной смене воды и суши от самых ранних до позднейших геологических периодов на нашей планете. Ибо наука учит нас сейчас, что девять десятых наслоённых формаций земной коры слагались постепенно под водою на дне морей. Утверждается, будто бы древние арийцы ничего не знали, что касается доестественной истории, геологии и прочего. С другой же стороны, еврейской расе, даже её строжайшим критикам и неумолимым противникам Библии, ставится в заслугу зарождение понятия монотеизма раньше всех других, менее философских и более антиморальных религий древнего мира, а также, что они сумели удержать это понятие. Но в то время как в библейском эзотеризме мы находим символизированными физиологические и сексуальные мистерии, и очень мало того, что требуется настоящей философии, в Пуранах можно найти самую научную и философскую зарю творения, которая, будучи беспристрастно анализирована и передана простыми словами, вместо сказочного языка аллегорий, обнаружит, что современная зоология, геология, астрономия и почти все ветви современного знания были предварены в древней науке и были известны философам древности в своих общих чертах, если и не в таких подробностях, как сейчас. Астрономия Пуран со всем её намеренным умышленным сокрытием и смешением, с целью сбить с толка непосвященного, была признана даже Бентлием, как истинная наука. И те, кто ознакомлен с тайнами индусских астрономических трактатов, докажут, что современные теории о прогрессивной конденсации туманности, туманных звезд и солнц, самыми мельчайшими подробностями циклического развития созвездий, для хронологических и других целей, гораздо более точными, нежели те, которые имеются сейчас в распоряжении европейцев, были известны Индии в совершенстве. Если мы обратимся к геологии и зоологии, мы увидим то же самое, что означают мифы и бесконечные генеалогии семи Праджапати, их сыновей, семи Риши или Ману и их жен, сыновей и потомств, как необширный отчет прогрессивного развития и эволюции животного творения, одного вида за другим. Были ли арийцы эти представители высокого философского и метафизического ума, авторы наиболее совершенных философских систем, трансцендентальной психологии различных кодексов этики, такой грамматики, как грамматика Панини, систем философии Санкия и Веданты, кодекса морали, буддизм, провозглашенного профессором Максом Мюллером наиболее совершенным на Земле, были ли эти арийцы такими глупцами или детьми, чтобы тратить время на записывание сказок, какими, по-видимому, являются сейчас пураны в глазах тех, кто не имеют отдаленнейшего представления об их сокровенном смысле. Что означает басня, генеалогия и происхождение Кашияпы с его двенадцатью женами, от которых он имел многочисленное и разнообразное потомство змей, нага, присмыкающихся, птиц и всякого рода живых тварей, который таким образом явился отцом всякого рода животных, как незатуманенный рекорд последовательного порядка эволюции в этом круге. Пока что мы не видим, чтобы кто-либо из востоковедов проявил хотя бы отдаленнейшее представление об истинах, сокрытых под аллегориями и олицетворениями. Шатападха Брахмана, говорит один из них, дает весьма мало понятное изложение о происхождении Кашияпы. Согласно Махабхарате, Рамаяне и Пуранам, он был сыном Маричи, сыном Брамы, отцом Вивасвата, отцом Ману, прародителей человечества. Согласно Шатападха Брахмане, Праджапате, приняв форму черепахи, создал потомство. То, что он создал, он сделал, а корот, отсюда слово курма, черепаха. Кашияпа означает черепаха, потому люди говорят, все твари есть потомство Кашияпы. Он был всем этим. Он также был отцом птицы Гаруда, царя пернатого племени, который происходит от присмыкающихся нагов и принадлежит к ним, но впоследствии становится их смертельным врагом, так как он олицетворяет собою также цикл, период времени, когда птицы, развившиеся с течением эволюции из присмыкающихся, в своей борьбе за существование и переживания наиболее приспособленного и так далее, обратились предпочтительно против тех, от кого они произошли, чтобы пожрать их, побуждаемое может быть естественным законом для предоставления места другим и более совершенным видам. В превосходном труде о заглавленном «Современная наука и современная мысль» Гладстону предлагается урок по естественной истории, показывающей полное разногласие Библии с нею. Автор замечает, что геология нащупала зарю творения, следуя по линии научных изысканий. Начиная с наиболее раннего известного нам ископаемого «Эозоон канаденце» из лаврентьевских слоев и продолжая следовать за непрерывную цепью, каждое звено которой крепко связано через периоды «Силурийский» с его изобилием моллюсков, раковидных и жизнечервеобразных, до первого намека на рыб, «Дивонский» с его преобладанием рыб и первым появлением присмыкающихся, «Мезозойский» с его батрахитами, вторичный период с его образованиями, в которых преобладали присмыкающиеся морей, суши и воздуха, а также начали появляться и первые слабые попытки земноводных позвоночных, и, наконец, третичный период, в котором жизнь млекопитающих размножилась, и тип следовал за типом, и виды за видами, постепенно дифференцируясь и обосабливаясь на протяжении периодов эоценского, миоценского и плеоценского до тех пор, пока мы не доходим до периодов ледникового и доисторического и до положительных доказательств существования человека. Тот же порядок с добавлением описаний животных, неизвестных современной науке, встречается в общих чертах в комментариях на Пураны и особенно в книге Дзиан. Единственная разница, несомненно, значительная, ибо она предпосылает духовную и божественную природу человека, независимую от его физического тела, в этом улезорном мире, в котором лишь ложная личность и ее мозговая основа, известные ортодоксальной психологии, эта разница следующая. Пройдя все так называемые семь творений, аллегорически изображающих семь эволюционных смен, или, как мы можем назвать их, семь подрас первой коренной расы человечества, человек в этом круге появился на Земле с самого начала, пройдя через все царства природы в предыдущих трех кругах, его физическая форма, приспособленная к атмосферическим условиям этих ранних периодов, была готова получить божественного странника при первой заре человеческой жизни, то есть 18 миллионов лет тому назад. И лишь в срединной точке третьей коренной расы человек был одарен маносом. Следуйте закону аналогии, говорит Махатма. Атма Будхи двоичен, а манос троичен, поскольку первый имеет два аспекта, а последний три, то есть как принцип персе, который тяготеет в своем высшем аспекте, к Атма Будхи, в своей низшей природе следует Кама, центру земных и животных желаний и страстей. Теперь сравните эволюцию рас. Первая и вторая из них принадлежат к природе Атма Будхи и являются ее пассивным духовным порождением, тогда как третья коренная раса обнаруживает три различных деления или аспекта, физиологически и физически. Самая первая безгрешная, средняя часть ее пробуждается к разумности, а третья и последняя часть определенно животное, то есть манос подпадает искушением Кама. Будучи соединены, два, а затем три, стали одним, ибо хотя низшие животные от Амебы до человека получили свои монады, в которых все высшие качества потенциальны, все же эти свойства должны были оставаться спящими до тех пор, пока животное не достигнет своей человеческой формы. До этой стадии манос, ум не мог получить развитие в них. В животных каждый принцип парализован и находится как бы в состоянии утробного плода, за исключением второго принципа, принципа жизнеспособности, и третьего астрального, и зачатков четвертого Кама, что есть желание, инстинкт, напряжение и развитие которого разнится и изменяется сообразно видом. Для материалиста, проникнутого дарвиновской теорией, это будет сказкою, вымыслом, для верующего во внутреннего духовного человека это утверждение не будет заключать в себе ничего сверхъестественного. Как гласит комментарий 9, человек был закончен лишь во время своего третьего цикла расы, продвигаясь к четвертому. Люди стали богами в добре и зле и ответственными только когда две дуги встретились по истечении трех с половиной кругов, приближаясь к пятой расе. Они были сделаны такими благодаря нирманакаям, духовным или астральным останкам, рудра кумаров, осужденных вновь родиться на земле, что означает, что в силу наступившей для них естественной очереди, они были осуждены воплотиться на высшей, восходящей, дуге земного цикла. Автор уверен, что ему придется встретиться с возражениями, которые будут рассматриваться как непреаборимые. Нам скажут, что если проследить линию эмбриологии, постепенное развитие каждой индивидуальной жизни и прогресс того, что, как известно, происходит в порядке стадий прогресса к обособлению, то все это будет противоречить представлению, что человек предшествовал млекопитающим. Человек начинает как наиболее скромная и наиболее примитивная червеобразная тварь. От примитивного зачатка протоплазмы и из клеточки ядра, в которой вся жизнь зарождается и развивается, проходя через фазы, не отличающиеся от вас рыб, присмыкающихся и млекопитающих, пока клеточка не достигает наконец высшего, обособленного развития квадромануса, четверорукого и, в конце концов, человеческого типа. Это совершенно научно, и мы ничего не имеем, возразить против этого, ибо все это относится к оболочке человека, его телу, которое в росте своем, конечно, подобно каждой единице, названной когда-то морфологической, подлежит таким превращениям. Не те, кто учит трансформации минерального атома путем кристаллизации, что является такой же функцией, и имеет тоже касание к своему так называемому неорганическому упадхе или основе, как и образование клеточек к их органическим ядрам через растения, насекомые, животные до человека. Не они отвергнут эту теорию, ибо она в конце концов приведет к признанию универсального божества в природе, вечно сущего и вечно невидимого и непостигаемого, так же, как и к признанию интракосмических богов, которые все были однажды людьми. Все затруднение в следующем. Ни физиологи, ни патологи никогда не признают, что зарождающаяся субстанция клеточек, цитобластема и щелочное ложе, из которого рождаются кристаллы, есть одна и та же субстанция, исключая и дифференциации для определенных целей. Но мы спросим, что может наука и ее точное открытие и ныне аксиомные теории возразить и противопоставить нашей оккультной теории. Те, кто верит в закон эволюции и постепенного развития от клетки, которая из жизненной клетки стала морфологической клеточкой, пока, наконец, она не пробудилась как чистая и простая протоплазма, несомненно, никогда не смогут ограничить свое убеждение одной линией эволюции. Типы жизни бесчисленны, и, кроме того, эволюционный процесс не протекает с одинаковой скоростью в каждом виде. Природа первичной материи в силурийский период, мы подразумеваем первичную материю науки, была во всех основных случаях точно такой же, как и первичная живая материя наших дней, исключая степени ее настоящей грубости. Также мы не находим того, что должно было бы быть найдено, если бы нынешняя ортодоксальная теория эволюции была совершенно правильна, а именно постоянного, непрекращающегося прогресса во всех видах бытия. Вместо этого, что видим мы? Тогда как промежуточные группы животных-тварей все стремятся к более высокому типу, и тогда как особенности то одного, то другого типа развиваются на протяжении геологических веков, изменяют свои формы, принимают новые облики, появляясь и исчезая с калейдоскопической быстротой, переходя из одного периода в другой, по описанию палеонтологов, лишь два исключения из общего правила стоят на двух противоположных полюсах жизни и типа, именно человек и низшие виды существ. Некоторые хорошо определившиеся формы живых сущностей существовали на протяжении эпох огромной длительности, переживая не только перемены в физических условиях, но сохраняя свои формы сравнительно без изменения, тогда как другие формы жизни появлялись и исчезали. Такие формы могут быть определены как устойчивые типы жизни, и примеры их достаточно многочисленны как в животном, так и в растительном царстве. Однако нам не приводят никаких основательных причин, почему Дарвин рассматривает присмыкающихся птиц, амфибий, рыб, моллюсков и так далее, как отпрысков от единого предка Монеры. Также нам не говорят, являются ли, например, присмыкающиеся прямым потомством амфибий, последнее же потомством рыб, а рыбы других низших форм, что есть несомненный факт, ибо Монады прошли через все эти формы существования вплоть до человека на каждом глобусе сфере в течение трех предшествовавших кругов. Каждый круг, так же, как и каждая последующая сфера от А до Ж, были и еще будут ареной такой же эволюции, только каждый раз она повторяется на более плотной материальной основе, нежели предыдущая. Потому на вопрос, какое отношение существует между астральными прообразами третьего круга и обыкновенным физическим развитием в течение зарождения органических видов, предшествующих млекопитающим, легко ответить. Одно является туманным прообразом другого, предварительным, едва очерченным, мимолетным наброском на полотне предметов, которым предназначено получить свою конечную и яркую форму под кистью художника. Рыба развилась в амфибию, лягушку в тени прудов, а человек прошел через все свои метаморфозы на этой сфере в третьем круге, как он сделал это и в этом в своем четвертом цикле. Типы третьего круга способствовали образованию типов в настоящем круге. На основе точнейшей аналогии цикл из семи кругов и их работа над постепенным образованием человека через все царства природы повторяется в микроскопической скале в первых семи месяцах нарастания будущего человеческого существа. Пусть изучающий задумается над этим и поймет аналогию, как семимесячный нерожденный младенец, хотя уже совершенно законченный, все же нуждается еще в двух месяцах, чтобы приобрести силу и уплотниться, так и человек, усовершенствовав свою эволюцию в течение семи кругов, остается еще два периода в утробе матери природы, прежде чем он родится или же вернее возродится, как Дхиане, еще более совершенный, чем он был до того, как он стремился, как Монада на новую сложенную цепь миров. Пусть изучающий задумается над этой тайной, и тогда он легко убедит себя, что так же, как существует, физические звенья между многими классами также точно имеются определенные области, где астральная эволюция сливается с физической эволюцией. Об этом наука не обмолвилась ни единым словом. Человек развился с обезьянами и от них происходит, говорит наука, но теперь рассмотрим это противоречие. Гексли демонстрирует нам растения, папоротники, мхи, плуны, которые встречались и в угольный период, причем некоторые из них тождественны в родовом отношении с ныне существующими, ибо шишка оцелитной араукарии едва отличается от видов существующих в настоящее время. Подцарство животных являют подобные же примеры глоби геррина глубин Атлантического океана тождественны с меловыми видами той же породы. Пласты кораллов селурийского периода странным образом походят на кораллы меллепорес наших морей. Ракообразные среди которых высшая группа скорпионы представлены в слоях угля видом, который отличается от ныне существующего однородного животного лишь глазами и так далее. Все это может быть заключено авторитетным утверждением доктора Карпентера относительно ноздреватых многодырочных видов. Нет доказательств какого-либо основного изменения или прогресса среди многодырочных видов, начиная от палеозойского периода до настоящего времени. Ноздреватая фауна наших нынешних родов вероятно представляет более широкую скалу разновидностей, нежели в какую-либо из предшествующих периодов, но ничто не указывает на какую-либо склонность к развитию в более высокий тип. Так же, как ноздреватая, протозойная самого низкого вида жизни, безротая и безглазая не обнаруживает признаков изменения, исключая возрастающего теперь числа их разновидностей, так и человек, находящийся на самой верхней ступени лестницы бытия, подает еще меньше признаков изменения, как мы уже видели, ибо утверждают, что скелет его палеолитного предка в некотором отношении даже превосходит его настоящее строение. Где же будет то однообразие закона, на котором настаивают, то абсолютное правило, по которому один вид переходит в другой и таким образом неощутимыми градациями, достигая высших типов? Мы видим, что сэр Уильям Томпсон допускает, что прошло 400 миллионов лет с того времени, когда поверхность нашего земного шара стала достаточно холодной, чтобы позволить присутствию на нем живых сущностей. И на протяжении огромного промежутка времени, одного только оцлитного времени, так называемого века пресмыкающихся, мы находим совершенно необычную разновидность и изобилие ящеричных форм, причем тип амфибии достигает своего высшего развития. Мы узнаем об ихтиозаврах и плезиозаврах в озерах и реках и о крылатых крокодилах или летающих ящерицах, после которых в третичном периоде мы встречаем тип млекопитающих, обнаруживающих замечательные уклонения от ранее существовавших форм мастодонты, мегатериумы и другие тяжеловесные обитатели, древних лесов и равнин. Далее нам сообщают о постепенном изменении одного из ответвлений из разряда четвероруких в те существа, от которых сам первобытный человек мог бы утверждать свое происхождение. Он может, но никто, кроме материалиста, не мог бы сказать, почему, ибо нет ни малейшей необходимости для этого, и факты не устанавливают подобную эволюцию, ибо те, кто наиболее заинтересован в доказательствах этого, признаются в своей полной безуспешности найти хотя бы единый факт для подтверждения своей теории. Нет необходимости, чтобы бесчисленные типы жизни представляли собою членов одного прогрессирующего вида, а не есть результат или продукт разнообразных и различных эволюционных отклонений, случающихся то в одном, то в другом направлении, потому гораздо справедливее сказать, что обезьяна развилась в четверорукий вид, нежели что первобытный человек, который оставался неизменным своей человеческой обособленности со времени открытия в древнейшем слое первого скелета среди ископаемых и разновидность которого, исключая цвет и тип лица, нигде не была найдена, произошел и развился от одного предка общего ему с обезьяной. Что человек, так же, как и другие животные, зарождается в клеточке и развивается через фазы, неотличимые от стадии рыбы, присмыкающегося и млекопитающего, до тех пор, пока клеточка не достигнет высокого, обособленного развития вида четверорукого и, наконец, человеческого типа, является оккультной аксиомой, имеющей за собою давность тысячелетий. Каббалистическая аксиома «камень становится растением», «растение животным», «животное человеком», «человек-богом» держится незыблемо на протяжении веков. Геккель в своем труде «Шуфунгс Гэшихте» приводит параллельный рисунок, представляющий два эмбриона, эмбрион шестинедельного щенка и эмбрион восьминедельного человека, оба, не исключая небольшую разницу в строении головы, которая у человека шире и больше вокруг мозга, неотличимы. Действительно, мы можем сказать, что каждое человеческое существо проходит через стадию рыбы и пресмыкающегося прежде, чем оно достигнет стадии млекопитающего и, наконец, человека. Если мы будем рассматривать его в более развитой стадии, когда эмбрион уже прошел через форму пресмыкающегося, то мы увидим, что на продолжительное время линия развития остается такой же, как и у других млекопитающих. Рудиментарные члены совершенно одинаковы, пять пальцев на руках и ногах развиваются, точно так же и сходство между эмбрионами человека и собаки после четырехнедельного роста таково, что почти невозможно различить их. Даже в восьминедельном возрасте эмбрион человека является животное с хвостом, едва отличимое от эмбриона щенка. Почему же тогда не произвести человека и собаку от одного общего предка или же от пресмыкающегося нага вместо того, чтобы сочетать человека с четвероручным? Это было бы настолько же логично, если не больше. Форма и стадии человеческого эмбриона не изменились со времен исторических, и эти метаморфозы были известны Эскулапу и Гиппократу, так же, как и Гёксли, потому, раз каббалисты отметили это еще от времен доисторических, открытие это не ново. Так как эмбрион человека не больше заимствовал от обезьяны, нежели от какого-либо иного животного, но содержит в себе совокупность царств природы, и так как он, по-видимому, представляет гораздо более устойчивый тип жизни, нежели даже наздреватые, то так же нелогично будет утверждать его происхождение от обезьяны, как и проследить его зарождение от лягушки или собаки. Как оккультная, так и восточная философия верит в эволюцию, которую Ману и Капелла излагают, с гораздо большей ясностью, нежели любой ученый настоящего времени. Отсюда и философия в аллегории семи, десяти и, наконец, двадцати одного про Джапати, Риши, Муни и так далее, которые все представлены как отцы различных существ и вещей. Порядок семи классов или видов растений, животных и даже неодушевленных предметов, приведенных случайно в Пуранах, встречается в нескольких комментариях в правильной повторности. Таким образом, Притху есть отец земли, он доит ее и заставляет ее приносить всевозможные злаки и растения, и все они подробно перечислены и описаны. Кашия появляется отцом всех присмыкающихся змей, демонов и так далее. Нет необходимости повторять то, что было уже исчерпывающе обсуждено в разоблаченной изиде, ибо читатель может найти в наших ранних томах все эти доводы и описания основы, на которые покоятся все восточные доктрины эволюции. Но ни один оккультист не может принять безрассудных предположений, что все ныне существующие формы, начиная от не имеющей строения амебы до человека, являются прямолинейным потомством организмов, которые жили миллионы и миллионы лет тому назад, до рождения человека в досилурийские периоды в морях или же в земном или. Оккультисты верят в оброжденный закон прогрессивного развития, но контролируемый и изменяемый, однако законам замедления, который при появлении более высокого типа налагает ограничения на прогресс всех видов. Дарвин никогда не верил в него и сам высказывает это, ибо мы находим его утверждение, что так как не может быть преимущества для микроскопических инфузорий или же для глиста стать высоко организованным, то естественный отбор, не включающий непременно прогрессивное развитие, оставляет в покое микроскопическое животное червя и глиста в их качестве устойчивых видов. Незаметно действие однообразного закона в подобном поведении природы, и оно скорее походит на распознавательное действие какого-то сверхфизического отбора. Может быть, тот аспект кармы, который восточные оккультисты назвали бы законом замедления, имеет некоторое к этому отношение. Но имеется много причин сомневаться, придавал ли сам Дарвин когда-либо то значение своему закону, какое приписывается сейчас ему его атеистическими последователями. Знания о разнообразных формах жизни, существовавших в истекшие геологические периоды, весьма ничтожны. Причины этому приводимые доктором Бастианом очень показательны. Во-первых, в силу несовершенного вида, в каком некоторые формы могут быть представлены в слоях, принадлежавших данному периоду, во-вторых, в силу чрезвычайно ограниченного характера исследований, сделанных в этих весьма слабо представленных слоях. И в-третьих, потому что столько частей этих рекордов совершенно недосягаемы для нас, почти все находящиеся под слоями силурийской системы были уничтожены временем, тогда как те две трети земной поверхности, в которых находятся остающиеся слои, ныне покрыты морями. Потому, Дарвин говорит, с моей стороны, принимая метафору Лаэля, я рассматриваю геологический рекорд как историю мира, недостаточно сохранившуюся и написанную на меняющихся наречиях. Из этой истории мы имеем лишь последний том, относящийся только к двум или трем странам. Из этого тома лишь тут и там сохранилась краткая глава, и на каждой странице лишь тут и там несколько строк. Конечно, не на основании таких ничтожных данных может наука сказать свое последнее слово. Также не в силу гордости человеческой или же неразумного убеждения, что человек представляет даже здесь, на земле, может быть, в наше время, высший тип жизни, не по этой причине оккультизм отрицает, что все предыдущие формы человеческой жизни принадлежали к типам низшим, нежели наши собственные, ибо это не так, но просто потому, что недостающее звено, которое неоспоримо доказало бы существующую теорию, никогда не будет найдено палеонтологами. Веря, как делаем это мы, что человек на протяжении предыдущих кругов развился и прошел через самые низшие формы каждой жизни растительные животные на земле, нет ничего унижающего в представлении орангутанга как предка нашей физической формы. Совершенно обратно, ибо это неопровержимо подтвердило бы оккультную доктрину, что касается доконечной эволюции в человека, всего находящегося в земной природе. Можно даже запросить, каким образом биологи и антропологи, приняв твердо теорию о происхождении человека от обезьяны, оставили до сих пор незатронутым вопрос о будущей эволюции ныне существующих обезьян в человека. Это лишь логическое следствие первой теории, если только наука не захочет сделать из человека привилегированное существо, а из его эволюции нечто, не имеющее себе примера в природе, совершенно особый и единственный случай. И так, это все, к чему приводит нас физическая наука. Однако, причина, почему оккультисты отвергают гипотезы Дарвина, и особенно Гёксли, заключается в том, что не человек, но именно обезьяна, строго говоря, является особым и единственным примером. Человекообразная обезьяна есть случайное творение, насильственный рост, результат неестественного процесса. Оккультная доктрина представляется нам более логичной. Она учит вечно неизменному закону циклов в природе, причем последний не имея личного особого начертания, действует по однообразному плану, который преобладает на протяжении всего монвантарного периода и касается земляного червя, так же, как и человека. Ни тот, ни другой не искали жизни, потому оба они находятся под тем же эволюционным законом, и оба должны продвигаться согласно кармическому закону. Оба начали от одного и того же нейтрального центра жизни, и оба должны вновь погрузиться в него при завершении цикла. Не отрицается, что в предыдущем круге человек был гигантской обезьянообразной тварью, и когда мы говорим человек, может быть, мы должны были бы сказать грубая форма, которая развивалась для пользования ею человеком лишь в этом круге, средину или же переходную точку которого мы едва достигли. Также на протяжении первых двух с половиной коренных раз человек не был тем, чем он является сейчас. Эту точку он достиг, как уже было сказано, лишь 18 миллионов лет назад во время вторичного периода, как мы это утверждаем. До этого времени он был по преданиям и оккультному учению Богом на земле, павшим в материю или зарождение. Это может быть принято или отвергнуто, ибо тайная доктрина не навязывает себя, как непогрешимую догму, и принятие или отрицание ее исторических рекордов не имеет никакого касания к вопросу о действительном человеке и его внутренней природе, ибо вышеупомянутое падение не оставило первородного греха на человечестве, но все это уже достаточно было обсуждено. Далее нас учат, что превращение, через которое прошел человек по нисходящей дуге, которое центробежно для духа и центростремительна для материи, и те, через которые он подготовляется пройти в будущем на своем восходящем пути, которые повернут обратно направление этих двух сил, именно материя станет центробежной, а дух центростремительным, все подобные преображения предстоят также и антропоидной обезьяне, во всяком случае для всех тех, которые достигнут ближайшей ступени к человеку в этом круге, ибо они все будут людьми в пятом круге, точно так же, как настоящие люди имели обезьяноподобные формы в предшествующем третьем круге. Потому усмотрите в современных обитателях лесных зарослей суматры униженные и искаженные образцы, смазанные копии, как называют их гексли, нас самих, какими большинство человечества мы были в ранних субрасах четвертой коренной расы во время того периода, который называется падением зарождения. Человекообразная обезьяна, известная нам, не есть продукт естественного развития, но случайность порождения отскрещивания животной твари или формы с человеком. Как было показано в настоящем томе, именно бессловесное животное первое положило начало половому сочетанию, ибо оно первое разъединилось на самцов и самок. Также природой не было предназначено, чтобы человек следовал этому животному примеру, как это показано ныне, в сравнительно безболезненном размножении животными их видов и в страшных страданиях и опасности того же процесса в женщине. Человекообразная обезьяна является на самом деле, как это отмечено в разоблаченной изиде, превращением вида, весьма непосредственно связанного с человеческим семейством, незаконно рожденной ветвью, привитой на их собственном стволе, роде, до конечного усовершенствования последнего. Человекообразные обезьяны появились на миллион лет позднее, нежели говорящее человеческое существо и являются позднейшими современниками нашей пятой расы. Таким образом, чрезвычайно важно запомнить, что эго человекообразных обезьян являются сущностями, принужденными своей кармой воплощаться в животные формы, явившиеся следствием звероподобия последних людей третьей расы и первых четвертой. Они те сущности, которые уже достигли человеческой стадии до этого круга. Следовательно, они составляют исключение в общем правиле. Бесчисленные предания о сатирах не басни, но изображают исчезнувшую расу животных. Животные Евы были прабабками, а человеческие Адамы их прадедами. Отсюда каббалистическая аллегория Олилит или Лелату, первой жене Адама, которую Талмуд описывает как очаровательную женщину с длинными волнистыми волосами, то есть самку волосатого животного вида, нам сейчас неизвестного, но все же животную самку, которая в каббалистических и талмудических аллегориях называется женским отображением Самаэля. Самаэль лилит или человек-животное, существо, называемое в Захаре хайо бишат, зверем или злым зверем. От этого противоестественного совокупления произошли ныне существующие человекообразные обезьяны. Посредние действительно немые люди и станут говорящими животными или же людьми низшего порядка в пятом круге, тогда как адепты одной школы надеются, что некоторые из эго человекообразных обезьян более высокого разумения появятся в конце шестой коренной расы. Какова будет их форма является вопросом второстепенного значения. Форма не имеет никакого значения. Виды и семейства, флоры, фауны и высшие животные и как венец человек изменяются и различаются в соответствии с окружающими условиями и климатическими изменениями не только с каждым кругом, но и с каждой коренной расой, так же, как после каждого геологического катаклизма, заканчивающего или производящего поворотный пункт в последний. В шестой коренной расе ископаемые останки орангутанга, гориллы и шимпанзе будут принадлежать к вымершим четвероруким млекопитающим и новые формы, хотя и более малочисленные и все более обособленные по мере продвижения веков и приближения конца манвантары разовьются из сброшенных типов человеческих рас, когда сами они снова вернутся к астральному образу и стопе физической жизни. Не существовало человекообразных обезьян до человека и они вымрут, прежде чем разовьется седьмая раса. Карма направит монады непродвинувшихся людей нашей расы и вселит их во вновь развитые человеческие формы, таким образом, физиологически воскрешенного бабуна. Это произойдет, конечно, через миллионы лет, но картина этой последовательности циклов для всего, что живет и дышит, сейчас на Земле для каждого вида поочередно, является точной и нет нужды в особом творении или чудесном образовании человека, зверя и растения экс-нихило. Так объясняет оккультная наука отсутствие какого-либо звена между человекообразной обезьяной и человеком и доказывает, что обезьяна произошла от человека.